Время подводить итоги на Артик ТВ. Здравствуйте! День знаний и выплаты пенсионерам. Даджи самых заметных событий недели и общения с гостями в студии. Сегодня к нам придут управляющий пенсионным фондом в Мурманской области Вадим Корнов, а также и Романах и Анс Суходолов, руководитель организации «Кольские скауты» со своей помощницей. Полицейские нашли двух подростков, которые жестоко издевались и убили котенка в коле. Видео со зверствами дети выложили в социальной сети. Такая выходка получила широкий общественный резонанс. Уголовное дело против школьников представители органов правопорядка возбуждать не стали. Молодым людям на момент совершения противоправного поступка было 13 и 15 лет соответственно. Тем не менее, от ответственности подростки не уйдут. Правоохранители будут добиваться их направления в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Материалы дела уже готовят для подачи в суд. Тепло постепенно приходит в квартиры жителей региона. Соответствующие постановления подписаны главами администрации муниципальных образований. Минэнерго региона отмечает, что теплоснабжение – сложнейшая система, включающая в себя множество процессов. И обращают внимание, тепло в квартирах будет появляться постепенно. В начале отопительного сезона жители домов, в особенности верхних этажей, могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за воздушивания системы. В данном случае необходимо составить заявку в управляющую организацию. О проблемах с подачей отопления также можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной горячей линии. Настройка всех систем занимает от нескольких дней до недели. Ковид учебе не помеха. На этой неделе распахнули свои двери все образовательные учреждения региона. 1 сентября – это запах только начавшейся осени, больших красивых букетов и новых учебников. Для многих малышей это день долгожданный, обозначающий начало другой, совсем взрослой жизни. Кие нововведения и чудеса ожидают совсем юных первоклашек. И тех, кто уже не раз переступал школьный порог, узнаем совсем скоро. Во дворе Мурманской гимназии номер 8 развернулся настоящий праздник с песнями, танцами и торжественными речами. В первый класс идут десятки юных северян. На их лицах читается не столько радость, сколько волнение от первого дня школьной жизни. Выходя на сцену, они снова и снова проговаривают строки выученного стихотворения, боясь забыть советные слова. Но это все не важно. В любом случае первоклашки – главные звезды этого дня. Здравствуй, год! Учебный, школьный, добрый путь, ученики! Перед звоном колокольный позвенят меня зван. У меня в портфеле книжки, у меня в руке букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. В этом году учеников и педагогов встретит обновленная гимназия номер 8. За короткое время учебное заведение сумело еще больше преобразиться. Усовершенствовать коридоры, аудитории, а главное – полностью модернизировать место притяжения всех учащихся – столовую. Сделать глобальный ремонт помог проект Arctic Schools, а также финансовая помощь Мурманского торгового порта. Обновлено пространство с учетом мнения учащихся, закуплено новое оборудование, установлена новая сантехника, автоматические сушилки для рук. Надеюсь, что обновленное школьное пространство, которое создано при поддержке Мурманского морского торгового порта, очень понравится нашим ученикам. Мы занимаемся обновлением инфраструктуры школы. В этом году мы помогли гимназию номер 8 отремонтировать помещение столовой, приобрести необходимое оборудование для ее обустройства. Ну и надеемся и уверены в том, что ученики это по заслуге оценят. О современном ремонте в школе мечтает каждый учащийся. По словам главы региона Андрея Чибиса, нет ничего невозможного. Для достижения цели необходимо лишь проявить инициативу и приложить усилия. Бугарик очень прост. Инициатива, любовь к своему эквайрическому школе и вовлечение самих детей. Принцип нашей программы Arctic Schools – это вовлечение самих детей. Чтобы не директор школы принимал решение, что менять, а вместе с детьми обсуждали и инициировали. Ровно то, как мы делаем по городской среде. Сильные эмоции испытывают не только первоклассники и их родители. Для выпускников это последняя школьная линейка. Анна Шарова перешла в гимназию номер 8 только в этом году и уже предвкушает учебу в обновленных аудиториях. Она удивительно красивая. Очень красивая столовая. Здесь новая, мне сказали, сделала. Она вся в желтых цветах школы. Она такая яркая. У меня настроение очень поднялось. Там зеркала стоят. В 11 класс гимназии сегодня перешла и Мария Шадура, выпускница Академии телевидения. Мне, конечно же, интереснее учиться в Академии телевидения, потому что там больше времени уделяется на то, что мне нравится. А в школе предметы общие и изучаются по полной программе. Остается пожелать всем учащимся удачи и надеяться, что в этом учебном году пандемия коронавируса не помешает ребятам получать знания в традиционном оффлайн формате. Распахнула свои двери и Лапландия. Здесь ежегодно обучаются более 4 тысяч детей. День знаний для учеников Кванториума начался с урока науки и технологий. На нем дети вспоминали о великих ученых и их не менее великих открытиях. Возможно, воспитанники технопарка вырастут новыми Эйнштейнами или Менделеевыми, а пока познают основы большого мира науки. В этом году Кванториум станет региональной площадкой Олимпиады национальной технологической инициативы, наш биоквантум, где ребята сегодня попробуют погрузиться в геном человека, попробуют в мастер-классах выделить ДНК. Для новичков, юных кванторианцев, которые только начинают обучение, педагоги провели увлекательный урок по созданию линейки с помощью лазерных технологий. Вот и десятилетний Максим увлечен своей первой работой. Это только начало большого пути юного ученого. Я хочу делать такую игру, когда ставишь вокруг комнаты камеры, и она тебе освечивает на всех стенах эту игру, и можно дотрагиваться руками. Надеваешь специальные перчатки, и можно дотрагиваться руками, и все такое делать. После занятий ученики познакомились с возможностями мобильного технопарка. Этот учебный год обещает быть насыщенным на интересные уроки. Кстати, помимо новинок в научной части Лапландии, в эстетическом центре появилось новое направление – современный танец. Стал известен размер материнского капитала в будущем году. Пенсионный фонд должен проиндексировать сумму. Сумма выплаты на первого ребенка превысит полмиллиона рублей. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков во время Восточного экономического форума. В 2022 году размер пособия составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго, приводят слова министра РИА Новости. Глава ведомства уточнил, что если ранее семья получила денежные выплаты сопервенца, то доплата за второго будет 161 772 рубля. Для получения сертификата необходимо обратиться в пенсионный фонд. На этой неделе состоялось эпохальное событие. И сегодня мы об этом поговорим с Вадимом Николаевичем Корновым, управляющим отделением Пенсионного фонда России по Мурской области. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Здравствуйте. Вы у нас, слушайте, ну как Дед Мороз в последнее время приходите все время с подарками. Никто не верил в это счастье, потому что говорили, что это будет после выборов, когда свернует правительство и будет принято решение. И тут раз, и все так быстро, и в четверг уже в 10 утра Вы говорите, что все деньги были перечислены. Совершенно верно. По указу президента номер 486 от 24 августа мы произвели уже перечисление тем, кто постоянно проживает на территории Российской Федерации и по состоянию на 31 августа этого года является пенсионером. То есть он получает какую-либо пенсию, неважно какую, социальную пенсию, страховую пенсию по линии Пенсионного фонда. В том числе у нас есть такие граждане, которые получают две пенсии. Это в основном силовые ведомства, которые выплачивают своим бывшим сотрудникам пенсию, и они уже заработали на часть страховой пенсии, они получают ее по линии Пенсионного фонда. Они таким же образом эту единовременную выплату получают от Пенсионного фонда, не от силовых ведомств. И также не зависит... То есть когда мы говорим, что выплаты получат и военные пенсионеры, часть какая-то из них по линии Пенсионного фонда получает. Совершенно верно. Хорошо. Еще есть, я правильно понимаю, по потере кормильца, по инвалидности пенсии, это все тоже... Да, да. Социальные и страховые пенсии, они делятся... Итого? Итого 238 тысяч практически пенсионеров наших все получат эту выплату. Даже получили уже, возможно, кто-то уже потратил. Получили те, кто... В четверг получили те, кто получает пенсию на карты банков. Им было уже зачислено. Те, которые получают через отделение почты России, те будут постепенно получать в тот срок, когда они получают пенсию в отделениях почты. Скажите, пожалуйста, а это вот с начала года какая по счету выплата? Каким категориям? Ну, именно пенсионерам. Пенсионерам нет. Еще таким категориям. Школьникам мы платили. Школьникам. Да. И в прошлом году ни одну мы выплату детям совершали. Сейчас у нас новые две выплаты осуществляем мы. Это тем, кто стал на ранних сроках беременности одиноким. Матерям выплачиваем. Пенсионеры не обижались. Казалось бы, что пенсионный фонд – это их фонд. А чаще всего мы действительно встречались по другому поводу, что выплаты детям, ну, все лучшее детям, наконец-таки дошла очередь до пенсионеров. Есть какой-то отклик и обратная реакция? Я уж не знаю, сейчас ковидные мероприятия, они посещают офисы фондов? Ну, какой-либо ревности со стороны пенсионеров не наблюдается. А вот сейчас была хоть какая-то радость? Ну, конечно, естественно. Любая выплата, тем более, что у нас сейчас уровень инфляции все-таки превысил индексацию пенсии в этом году. Поэтому, собственно говоря, эта выплата и производится. Естественно, обрадовались. Это хоть как-то компенсируется. Ворчали, наверное. Ворчали, но сказали, от денег не откажемся. Да, конечно. Такое бы каждый месяц, да? Да, безусловно. Вы бы рады, была бы команда, вы могли бы каждый месяц перечислять нашим пенсионерам по 10? У нас такие выплаты уже поставлены на поток, механизм отработан. Для нас-то большого труда не составляет такие выплаты производить. Поэтому мы готовы. Скажите, пожалуйста, а вы ожидаете, что вдруг по каким-то причинам кого-то не посчитали? Вот как, достаточно быстро же принимались решения? У вас база электронная, единая. Вы видите всех, кто на 31 августа получатель пенсии. Может быть, человек, не знаю, 29 августа вышел на пенсию. Совершенно верно. Такие будут. Это те, которые, как мы называем, их новые назначения. Они будут, и по мере назначения им пенсии эта выплата будет им производиться. Будет производиться. Конечно, да. Конечно, будет. И хоть и в сентябре, и в октябре месяце, в любом случае, эта выплата найдет всех. Но это главное, чтобы до 31 августа. Если вдруг 1 сентября человек стал пенсионером, то уже нет. Если статус пенсионера приобрел человек после 31 августа, то уже, к сожалению, нет. Хорошо. Если все-таки остались вопросы, вы куда рекомендуете обращаться? Я рекомендую обращаться через личный кабинет, через сайт госуслуг, либо через личный кабинет, либо через сайт, чтобы подать обращение в пенсионный фонд. Авторизовываться, в принципе, не нужно. Можно просто подать обращение. На данный момент это самый быстрый способ, потому что из-за наших нагрузок сейчас по выплатам наши телефонные линии, к сожалению, перегружены и не справляются специалисты. Вам не когда по телефону разговаривают? Да. Поэтому быстрее всего обработка происходит именно электронного обращения через сайт. А напомните, пожалуйста, сейчас вот эти, ну, как бы снять эти наличности, можно только тем, у кого карта МИР? Ну, она, в принципе, зачисляется только на карты МИР. Либо на счета, если мы говорим вот о банках, на счета, к которым не привязаны никакие карты. То есть, если это просто какой-то сберегательный счет, и к нему не открыты никакие карты, у них тоже производится зачисление. Если же привязана карта, то должна быть только МИР. Но это зона ответственности уже банка. Вот, опять-таки, найдутся те, кто не успел эту карту оформить и уехал надолго. То есть, у банков есть механизмы, они открывают счета человеку, извещают о том, что открыт счет, и деньги все равно эти зачисляют. Они нам их не возвращают. То есть, они все равно зачисляют. Человеку их получат в любом случае. И хочу еще обратить внимание, что все-таки на эти выплаты еще и не налагается никакого ограничения, то есть, взыскание исполнительного производства и так далее. То есть, их невозможно списать, вот эти 10 тысяч. То есть, никакие судебные приставы не смогут эти деньги забрать. Это деньги гарантированно будут получены гражданином и потрачены по своему усмотрению. Спасибо вам за хорошие новости. У нас в гостях был Вадим Николаевич Кворнов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области. Почаще приходите к нам с такими новостями. Спасибо. С 1 сентября и до 31 декабря поездки в общественном транспорте в Мурманской области станут на 6 рублей дешевле. Получить скидку можно будет при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка. В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт, который оборудован валидаторами. С полным перечнем перевозчиков и правилами акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении «Привет, мир». При оплате проезда бесконтактной картой сумма поездки списывается сразу со скидкой 6 рублей. Таким образом, проезд в городском транспорте обойдется в 28 рублей вместо 34. На этой неделе Мурманской области с проверкой посетил член Центральной избирательной комиссии в регионе. Он провел несколько дней для того, чтобы оценить готовность Заполярья к проведению выборов. В Заполярье Евгений Калюшин приехал, что называется, без наскока. О визите представителя Центра избиркома знали. Готовились? Специально наверняка нет. Ведь территориальному органу и так приходится напряженно работать. Чтобы предстоящие выборы в областную думу и госдуму прошли без сучка. А ведь Мурманская область одна из немногих, где отдать свой голос можно будет буквально, не слезая с дивана. Отношение к дистанционному электронному голосованию у меня кисло-сладкое. Из семи регионов, которые сейчас вошли в это голосование, я поддерживал только Мурманскую область. Я считаю, что законодательство избирательное не готово для проведения дистанционного электронного голосования. Но эксперименты можно проводить. На портале Госуслуг уже 25 тысяч жителей региона зарегистрировались для голосования в дистанционном формате. Сделать пару кликов на экране смартфона или монитора компьютера проще, чем прийти на участок. Тем не менее, если явка не подведет, по старинке через бумажные бюллетени свой голос отдаст большее число избирателей. У поборников традиционных выборов для этого будет три дня. Два дня голосования, 17 и 18 сентября, фактически приходятся на учебный период. Но мы приняли определенные меры, нашли поддержку в Министерстве образования Мурманской области и у глав муниципалитетов. Поэтому эти дни во всех муниципалитетах будут объявлены. Где-то дистанционное будет обучение, где-то еще какие-то будут формы применены. Но смешение потоков людей, а именно учащихся и избирателей, не будет происходить. Это очень важно в условиях неутихающего коронавируса. Борьба за сердца и мысли жителей Заполяря ведется и среди участников предвыборной гонки. Агитационный период стартовал еще 21 августа. Эта избирательная кампания носит достаточно высокую конкурентность. Уже на 32 мандата депутатов областной думы, я всего имею в виду, зарегистрировано 425 кандидатов. Это достаточно высокая степень конкуренции. Принимает участие у нас семь политических партий в этой предвыборной гонке. Это достаточно хорошая борьба. И семь кандидатов зарегистрировано на одномандатном избирательном округе по выборам депутатов Государственной думы. Как и раньше, за соблюдением порядка на участках будут следить и наблюдатели, и все желающие через камеры видеонаблюдения. Такие устройства будут на каждом пункте для голосования. Мурманская область планирует развивать водный туризм. Данной теме была посвящена рабочая встреча регионального комитета по туризму представителей этого бизнеса с директором агентства стратегических инициатив и продвижению новых проектов Ольгой Захаровой. Директор агентства стратегических инициатив Ольга Захарова посетила Мурманскую область с рабочим визитом. До встречи с представителями регионального комитета по туризму эксперт побывала в Умбе – месте, привлекательном для путешественников. Ведь помимо необычной локации, Терский берег славится своими людьми. Когда мы отправляемся в путешествие, мы, конечно же, едем за смыслами и за новыми знакомствами. Поэтому в этот раз мы узнали о интересном предпринимателе Соливари, мы узнали о человеке, который делает невероятный шоколад. Сейчас очень важно подумать о том, как можно было бы развивать Мурманскую область с точки зрения морских прогулок и как можно было бы интегрировать абсолютно разную целевую аудиторию. Все мы знаем, что Северное Сияние уже стало визитной карточкой Заполярия. Но теперь власти нацелены сделать туризм в Мурманской области всесезонным. Большой потенциал спрятан в сфере яхтенного туризма, отметил основатель крупнейшей в России яхтенной школы сообщества Максим Пенигин. В Мурманской области достаточно большая линия береговая. И природа совершенно не отличается от Норвегии, Шотландии, ФРР. Мне кажется, что особенно в условиях ковида огромное количество туристов может поехать в Мурманскую область. Но, безусловно, тут нужен чартанный флот, нужны яхты, нужна инфраструктура. Инфраструктурные проекты «Северян» могут получить финансовую поддержку от регионального комитета по туризму. Продолжается прием заявок на предоставление субсидий. Конкурс на субсидии вот-вот закончится. Мы неоднократно напоминали всем, что обратите внимание, что в этом году особое внимание уделяется морскому и речному сервису. Подать заявку можно до 3 сентября. Подробности о конкурсе опубликованы на сайте ведомства. Из областного бюджета выделили 12,5 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры региона. Средства пойдут на строительство новых сооружений, реконструкцию действующих спортивных объектов и укрепление материально-технической базы спортивных организаций области. Так, государственной программой предусмотрена финансовая поддержка строительства лыжной базы в городе Полярные Зори, капитальный ремонт канатной дороги на горнолыжном склоне по улице Гагарина в Полярном. Также в программу включен ряд мероприятий по преобразованию спортивного комплекса «Долина Уюта». Мурманс-Водоканал расширяет свои сети. Все больше участков в регионе получает водоснабжение качественно и своевременно. Так, например, в Кольском районе на территории, где строят дома для многодетных семей, появился новый трубопровод. На Комсомольской горке в Кольском районе в рамках госпрограммы строят дома для многодетных семей. Здесь работы ведет и Мурманск-Водоканал. Только весной был заключен контракт, а все уже практически готово. На территории появился новый трубопровод и две колонки. Правда, они пока не подключены. Потому что у нас здесь до сих пор еще нет ни одного дома жилого, который фактически введен в эксплуатацию. Мы не можем обеспечить разбор. То есть у нас на сегодняшний день здесь построено несколько километров сетей по Комсомольской горке, и они все пустые. Причина, почему мы ее не грузим просто, потому что или вода там протухнет через несколько дней стояния, это, наверное, в данной ситуации в лучшем случае. А в худшем случае она еще и замерзнет. Как только жильцы поселятся в дома, вода появится. Им необходимо будет лишь подключиться к сетям водоканала. Схожая ситуация и на соседнем участке. Но здесь уже живут многодетные семьи, которые пока вынуждены носить воду в дома из родников. Мурманск водоканал принял решение за свой счет построить трубопровод, расширив сети. Мы имеем право развивать свою сеть сами. Если мы видим клиентов, которые будут употреблять воду, это нам нужно. Местные жители такому скорому и легкому решению вопроса, конечно, довольны. В прошлое уйдут уже надоевшие походы за водой. Поэтому спасибо большое администрации, спасибо большое губернатору. И очень огромное, искреннее спасибо водоканалу Мурманскому. Предположительно, вода поступит в дома уже в ноябре. Таким образом, водоканал присоединил к сетям 36 участков многодетных семей. Было сделано абсолютно верно, что участки были предоставлены многодетным семьям. Это дает возможность в черте города, в непосредственной близости к городу Мурманску построить дома и жить в комфорте. А если кто-то не хочет строить, то, конечно, у него есть возможность пополнить свое финансовое положение путем продажи этого земельного участка. Мы проектируем дорожную инфраструктуру и завершается проектирование. Проходит проект госэкспертизу. Мы подвели электроснабжение к этому большому микрорайону. Ну и сегодня огромнейшая работа Мурманск водоканалом проводится по водоснабжению. Централизованному водоснабжению. Это третий уже контракт мы заключаем. И он очень здорово исполнен с опережением на два с половиной месяца. Всего в Кольском районе на безвозмездной основе для многодетных семей выделен 181 участок. В Крыльевическом музее вручили переходящий приз «Аметистовый кристалл». Его по итогам прошлого учебного года получают самые активные школьники, которые больше всего проявляют интерес к выставкам и экспозициям учреждения. Ученики начальных классов 23-й школы с интересом смотрят на экскурсовода Крыльевического музея. Детей буквально гипнотизирует камень в ее руках. Блестящий кристалл «Аметисты», из которого сделан переходящий приз, достается самым искушенным юным любителям истории, которые в течение года больше и чаще других посещают экспозиции учреждения. Мы получаем вам. Вы передаете его в школу, в начальную школу вашу. Вернее, в начальной классе школы номер 23. И в течение года этот приз будет храниться в школе. Этой традиции без малого 51 год. Но, пожалуй, таких сложностей в посещении учреждения, как в пандемийные годы, здесь еще не было. Школьники приходили маленькими группами до 10 человек. Каждый, как и сегодня в масках, да еще и социальную дистанцию в полтора метра приходилось соблюдать. Хорошо, хоть экспонаты по правилам музея нельзя трогать, а то пришлось бы надевать еще и перчатки. Конечно, у нас тут так много предметов, поэтому очень интересно посмотреть предмет и потрогать его тоже было бы хорошо. Конечно, у нас этого сделать нельзя. Ребята приходят чаще всего на выставки и экскурсии, которые связаны с коренными жителями нашего края и с поморами. Ну, а природу всегда, все, любой возраст. Если школа три раза подряд становится победителем, то аметистовый кристалл остается в ее стенах навсегда. К слову, эта награда уже третья по счету. В свое время она была сделана компанией «Кольский сувенир», которая, к огромному сожалению музейных работников, перестала существовать. Поэтому специалистам придется поломать голову, где взять следующую награду, если ученики 23-й школы еще дважды проявят такой большой интерес к выставкам и экспозициям. Прямо сейчас реклама на телеканале «Артик ТВ». Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале «Артик ТВ» в студии Александра Иритунская. Кто такие скауты и как можно к ним примкнуть? Мы сегодня поговорим с наставниками, руководителями, основателями этой организации «Кольские скауты». Итак, у нас иеромонах Иоанн Суходолов, духовник, координатор этого движения. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Наталья Панова, тоже координатор «Кольских скаутов». И у нас Ксения Рыкова сегодня присутствует в студии, скаут-разведчик. Попозже нас Ксения познакомит с символикой. Но давайте сейчас про идеологию поговорим, потому что мы здесь до начала эфира договорились до того, что, по крайней мере, мы успели побывать пионерами, успели некоторые в комсомоле побыть. Соответственно, чем отличается эта организация? И, собственно, когда она начала свою деятельность? Ну, идеологию, говоря об идеологии, необходимо немножко сказать и об истории, потому что идеология вытекает из истории этого движения. То есть история началась этого движения в прошлом веке. Это был 1907 год. Вот тогда была такая ситуация во многих странах, что появилось такое вот новое понятие, как детство. Потому что до этого момента дети, ну, в основном, они чем занимались? Помогали дома, помогали, такие подмастерями выступали. А когда у нас произошла промышленная революция, то есть вот такого труда подмастерей, уже в этом не нуждались. И дети, они оказались, как говорится, не у дел. И стал вопрос, как вот организовать вот эту вот массу маленьких ребятишек. Вот тогда и появляется такое понятие, как детство. И, естественно, государства задумались, что для них такое интересно организовать. И причем эта ситуация, она появилась сразу во многих обществах, во многих государствах. Вот и в России тоже об этом думали. Вот, и вот у нас в России решили пойти по примеру Петра Первого. Начали организовывать потешные полки. То есть детей, значит, записывали в потешные полки. Они ходили, значит, маршировали с оружием. Вот, в Англии тоже об этом задумывались. Там появились как раз вот первые такие попытки в организации первых групп, как их называли, патрули, скаутов. В переводе с английского – разведчики. А можно вопрос утащающий? Всегда там было такое милитаристское начало в этих детских организациях? Ну, вот изначально это было. Почему всегда строй, марш? Это связано было с тем, что, ну, во-первых, в России, кто знает историю, это было последствия русско-японской войны. Значит, мы потерпели поражение, и вот такой упадок был патриотический. Нужно было как-то его поднимать. То же самое было в Англии, в других государствах. И вот обратили внимание на это движение. Баден Павел, он написал книгу, назывался эта книга «Скаутинг для мальчиков», «Скаутинг for boys», опытом поделился. И потом эта книга, она начала распространяться и в другие государства. Эта книга попала в Россию. С ней ознакомился царь, царь Николай Романов. Это уже теперь святой наш, то есть он был канонизирован. И он дал повеление организовать, ну, попробовать организовать такое движение и в России. Вот, и этим занялся основатель русских разведчиков Олег Иванович Понтюхов. Вот, и уже в 1913 году, когда праздновалось 300-летие дома Романовых, вот наши разведчики русские, они участвовали в этих торжествах. Почему разведчики? Разведчики доброго дела. То есть разведчики доброго дела, это значит узнать, кто нуждается в добром деле, кто нуждается в нашей помощи, разведать. У нас сейчас столько синонимов появилось, добровольцы, сейчас волонтеры. Разведчики доброго дела, да. И плюс еще, значит, разведчики, это значит, узнать что-то новое, знакомиться с миром, который окружает. И причем в таком, в контексте помощи другим людям. То есть узнай, где нужна твоя помощь, и помоги. Я так понимаю, что это движение вне политики, но как у вас с религией дела обстоят? Да, изначально это движение выстраивалось на христианских принципах, на христианских заповедях. У нас у разведчиков есть 12 законов, и если их сравнить с Евангелием, то там очень много общего. Например, у разведчиков есть такое правило, золотое правило называется. Во всем поступаешь с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. А это взято из Евангелия. Потому что изначально эту организацию создавали люди верующие. Их задача была именно не только патриотическая работа, но и духовная работа. Восраковление детей, чтобы поднять это состояние моральное, нравственное, которое, к сожалению, было в таком. И вот это движение, оно очень быстро начало развиваться и по другим странам. Скажите, пожалуйста, а наши образовательные учреждения, они открыты для того, чтобы на базе школ создавались эти общественные организации? Кольские скауты. Я почему вас спрашиваю, потому что вы признались, что вы раньше были завучем. Или вы все-таки настороженно относитесь? Что вообще в школах? Это зависит от конкретного региона. Вот есть регионы, где активно Министерство образования поддерживает вот это движение. Отряды разведчиков создаются они при школах. Но у нас в регионе, у нас история богата, нашему движению уже 27 лет. И у нас были разные периоды. Изначально нам приходилось пробиваться, объяснять людям, когда движение начало возрождаться. Потому что история была такова, что движение разведчиков, оно просуществовало до реализационных событий 2017 года. Потом новые власти попытались пойти на контакт с организацией разведчиков, чтобы они начали заниматься воспитанием нового поколения. Но ряд руководителей, большинство, они отказались. Потому что это движение вне политики. Ряд руководителей согласились, сотрудничать с новыми властями. И они начали создавать организацию, которая вошла в историю, как организация пионеров. Причем название было взято из программы разведчиков. То есть у нас есть такая программа, которая называется пионеринг. То есть это ребята учатся, то есть они мастерят, учатся, как комфортно расположиться в лесу. То есть там скамеечки, то есть вот такие первопроходцы. У меня самое теплое воспоминание о пионерской организации. Ну что политику? Ну да, мы были эти, будущие строители-коммунисты. Коммунизм были уже строили коммунисты. Да, и первые пионеры, они очень сильно напоминали разведчиков. Вот если мы посмотрим историю. Да, а движение разведчиков, оно, к сожалению, в 20-х годах, потом начались гонения на нашу организацию. У нас очень много есть руководителей, которые претерпели, гнали за веру. Ну, политически вот такие были гонения. В частности, вот у нас на Соловках есть камень, установлен в память о руководителе разведчиков, которые претерпели репрессии. И в России, в Советском Союзе остались только пионеры. Вот, а движение разведчиков, оно продолжило свое существование уже в эмиграции для детей-эмигрантов. Это Франция, это Китай, вот, и Олег Иванович Пантюхов, он тоже эмигрировал во Францию. И у нас движение возродилось в 90-х годах. Движение разведчиков. А на Мурманскую область-то кто привел это движение? Вот, ну, на это... Нас в городе слугадали, а каким образом, да, что-то вы куда-то съездили после общения? Да, то есть я, как говорится, ну, вот узнал, я тогда был, работал в Доме творчества, вот, и благодаря, вот, во многом Пашкова, Светлана, директор, вот, она нас поддержала тогда первых таких, значит, первопроходцев. Вот, и мы создали первый отряд, вот, это был 94-й год, назывался он «Северный олень». Вот, ну, и потом начали знакомиться с опытом других регионов. И вот первоначально у нас, конечно, были трудности с образованием, то есть, потому что, вот, нас не очень принимали. Вот, благодаря, вот, Пашковой, Светлане, вот, мы, все-таки, как говорится, вот, прошли это первое испытание. Вот, потом был период, это в начале этого уже века, 2000-й год, когда нас активно стали поддерживать в 10-х годах. А вот в последнее время, вот, как-то, вот, эта поддержка, она немножечко ослаблена, потому что, ну, вот, начали создавать вот эту организацию уноармейцев. И, как бы, пошло такое, как бы, направление именно вот развития этой организации. Ну, то есть, повторяется та история, которая была у нас в начале прошлого века. Как вот, почешные появились, у нас и уноармейцы появились. Но, как бы, вот, если, опять же, возвращаясь к истории, почешные долго не просуществовали, а вот организация разведчиков, она просуществовала очень долго. И вот нашему движению уже больше 100 лет. Батюшка у нас по форме. Ну, и вы, значит, по форме. И я сейчас попрошу, чтобы Ксения, а Ксения у нас, несмотря на такой юный вид, педагог со стажем, учительница начальных классов, да? Сейчас студентка Арктического университета. Пожалуйста. То есть, Ксения нам сейчас все расскажет. В общем, у нас есть, как и у любой другой молодежной организации, что в первую очередь интересует детей, когда вот они к нам приходят. К нам приходят не только дети, но они за собой тащат и родителей, которые также с нами с увлечением ходят в различные походы. И в первую очередь интересуют... Вот эти вот нашивки. Это лесное имя, которое дается каждому ребенку. Изначально у нас есть отряд маленьких, так скажем, деток. Это бельчата и волчата. Потом, когда они уже становятся странниками... Как вы определяете, кто бельчонок, а кто волчонок? Все детки, которые попадают к нам в возрасте от 5 до 6 лет, это бельчата, девочки, волчата и мальчики. А, вот так. До 11 лет. Да, даже, да. Хорошо. А как Ксения вы рысью стали? Вот я, Наталья, смотрю, ее в лесы определили. Из каких, так сказать, какие качества повлияли на выборы? Псевдонимы? Каждое... Нет, не псевдоним. Каждое лесное имя дается по особенностям характера, по ваткам. Вот, например, ребенок проявил себя каким-то образом в лесу, в походе. И вот у нас либо настоятель наш определяет имя, ну, на кого ребенок больше так это смахивает, вот, либо ребенок сам говорит, с каким именем он себя ассоциирует, с лесным животным, и таким образом определяется. Хорошо. Что еще присутствует? Ну, вот, кроме... У вас всегда какие-то шарфики на шейне. Да, у нас есть галстуки. У нас были пиагерские галстуки, а у вас это, как называется, тоже галстуки? Да, просто галстуки. Цвета у нас зависят, во-первых, от региона, а во-вторых, у нас есть... Сначала нам даются вот такие вот галстуки, синие, и здесь такие, как ленточки. Желтые и красные цвета – это у нас нашего региона, мурманское. Мурманское именно. В Мурмашах, например, будут уже другие цвета. Вот. А коричневый галстук, он дается уже тем, кто вступил как в разведчики. Хорошо. А вот эти вот нашивки? Нашивки тоже у нас нужно заслужить. То есть, например, в любом походе, если ребенок там проявил себя в области медицины, да, он знает какие-то, там, первую медицинскую помощь, как оказать, также, что необходимо в аптечке, ему дается вот такая вот нашивка медицинская. Также у нас есть нашивка за ориентирование на местности. Ну, сюда включается, как по конкурсу определить местоположение, также по каким-то, вот, например, там, по звездам, по солнцу, как определить местоположение, по мху, стороны света определять. А вот знания, которые они получают на уроках ОБЖ, вам хотя бы раз пригодилось, или вы, получается, всему, скажете, с нуля? Нет, на самом деле пригождаются. Например, та же медицинская помощь, она, естественно, пригождаются. Просто все, родители переживают, что у нас слишком много ненужных знаний, но это нужные знания. Хорошо, да, идем дальше. Ну, вы все время говорите, дается, дается. Мы-то взрослые люди с вами понимаем, что ничего просто так ниоткуда не появляется. Я смотрю, хорошая форма у детей, да, те же походы требуют, организации каких-то материальных вложений. Это все, так сказать, на деньги общины, родителей, семей. Либо действительно, там, государство в виде бюджетов, муниципалитетов как-то вас поддерживает. У нас финансирование – это за счет пожертвований от юридических лиц и от частных лиц. То есть нам жертвуют, помогают благотворители на организацию. И также, если вот наши организации участвуют в каких-то конкурсах по проведению по грантам, то есть если мы гранты какие-то выигрываем, то тоже финансируем. Но основное финансирование – это, конечно, у нас пожертвование от юридических частных лиц. С другой стороны, мы пионерские галстуки тоже сами покупали. Да, да. Ну, перегревы, зеницу, око. Идем дальше. Значит, мы остановились на том, что вы бы хотели наладить взаимодействие с Министерством образования, насколько я понимаю. А вот пока вас не охватили всевозможные ведомства, как вы выбираете, чем вам заниматься, куда вам направить силы? То есть вы сейчас даже свободнее, мне кажется, чем если вас в план мероприятия включат. Это зависит от интересов конкретной группы, которая создается где-то. Если, например, создается отряд, например, на базе школы, у нас в истории и нашего движения, ну, вообще в истории много разных отрядов. Отряды создаются на базах школ, потом на базе домов творчества, на базе даже музеев. А вот в масштабах Мурманской области сколько сейчас отрядов у нас действует? Сколько детей вы собрали уже? У нас сейчас самый основной отряд – это в Мурманске. Три отряда – бельчата, волчата. Отряд странников. Странники – это старшие дети от 16 до 20 лет. И разведчики – это вот немаленькие и небольшие. Отец, он у них руководитель. Вот. Также мы сейчас… Я вот привезла фотографии показать, что мы начали работу в области, да. У нас уже есть руководитель в Никеле. Мы сейчас создаем там отряд. Потом мы недавно ездили, нас очень хорошо приняли в Оленигорске. Тоже ищем детей и руководителя для отряда в Оленигорске. Также вот прекрасно, вот прям очень хочу показать фотографии. Мы недавно посетили город Лавозера. Отец Петр. Вот. Очень ему понравились наши дети-скауты. Мы сейчас скоро осенью туда поедем разведческую группу там проводить. Тоже там создаем отряд. Также Манчегорск, потом Североморск, вот. И Заполярный, да. Вот. То есть отряды. И очень хороший отряд у нас уже давно существует. Вот тоже, как отец, он начал свою деятельность. Это в Мурмашах. Большой отряд. Там порядка 16 детей. Вот. То есть область, область наша. Хорошо. Развиваемся. А скажите, пожалуйста, по поводу вот тех же самых походов. Мы знаем, насколько сейчас всех обложили, да, педагогов, что они лишний раз, ну, вообще не хотят идти со своими классами куда-то. Как бы чего не вышло. Ну, и с собой родители. Вы испытываете какие-то сложности? Или это просто нужно взять на себя смелость, ответственность и заниматься детьми? Ну, вот я недавно закончила курсы руководителей. В Петрозаводск ездила. Как раз получила вот инструктора, да. И теперь вводим детей официально уже, да. Ничего страшного в этом нет. Проводим инструктаж. То есть перед началом похода делим роли детям, да. Кто-то КОК, кто-то ведущий, кто-то ориентир. Современные дети беспомощные или они боевые? Нет, у них вообще движ такой. Они наоборот говорят, давайте, когда следующий поход? Когда, давайте еще. А про гаджеты? Вот телефоны, соцсети, ТикТок. Как выдержать? Присутствуют ли Кольские скауты в ТикТоке? То есть можно запретить, а можно наоборот развить это все, да. Мы больше по походу. Мы все снимаем, выкладываем все на сайты. У нас есть ВКонтакте группа, есть свой сайт Кольские скауты. Наоборот, да, почему нет? Канал на Ютубе тоже есть. Канал на Ютубе есть уже, да, сколько лет. На ТикТока не отобрались. Нет, но я уже туда выложила одно видео на лошади летом. Вот, да, почему нет? Единственное, что на сборах мы стараемся, чтобы они слушали все-таки больше, а так нет, детям наоборот. Да, очень важно, что, да, вот это вот гаджеты, социальные сети, то есть это уже наша данность, и нам нужно туда прийти, и прийти туда с миссией именно такого христианского, евангельского содержания для детей, миссии добра. Вот, это вот очень важно. То есть, если мы сможем вот это сделать, как бы, и вот в рамках церкви нашей, и вот в рамках молодежных движений, которые вот около церковной, которые так вот, такого, так сказать, притягивающего, то, в принципе, конечно же, влияние будут они оказывать. То есть, тут понятно, что полностью обезопасить детей мы не сможем, но сделать эту опасность минимальной, мименизировать, мы это можем при нашей активности, вот, и, соответственно, если есть соответствующие подготовленные лидеры, руководители молодежи, которые этим занимаются. А скажите, все ли скауты становятся прихожанами, или все ли прихожане скауты? Вот можно ли как-то, если люди там хотят, чтобы их дети все-таки атеистами оставались? Нет, ну, тут ситуация такая, что у нас вообще, как бы, вот взаимоотношения между движением скаутов-разведчиков в церкви тоже она имеет большую историю. Вот у нас есть официальная организация детская, называется эта организация «Православные следопыты», «Братство православных следопытов». То есть, это официальная церковная организация, вот, то есть, там дети в основном, кто вот в этой организации состоит, там, конечно, все прихожане каких-то приходов, потому что, как правило, такие отряды создаются при приходах следопыты. Но пока вот тоже, вот тут, в силу разных причин, вот это вот направление движения, оно не очень развито. То есть, есть, в основном, они работают в московском регионе и в нескольких регионах. В Кемеров, в частности, вот к нам ребята приезжали недавно, отряд разведчиков. Вот, в основном, на приходах активно работают отряды юных разведчиков. Вот, именно вот юных разведчиков. Вообще у нас движение, к сожалению, у нас пока нет единой организации. У нас движение представлено тремя организациями. То есть, это Организация Российских Юных Разведчиков, Национальная Организация Российских Скалотов-Разведчиков и, вот, в частности, вот, Братство православных следопытов. Вот, вот они конкретно, да, там, в основном, все дети прихожане, а вот юные разведчики, ну, там примерно 50 на 50 процентов. То есть, там ряд детей, они прихожане, ряд, как говорится, детей. Вот, они, может быть, так, ну, не такие активно прихожане, но все равно они востроковлены, они приходят в церковь, участвуют в церковной жизни. Вот, организация открыта для всех, и все-таки эта организация, она светская. То есть, она просто окормляется церковью. Хорошо, пионеры могли потом мечтать стать комсомольцами, а дальше коммунистами. Скауты о чем мечтают? Стать руководителей. О чем мечтают скауты? Ну, вот, лично я мечтаю побывать везде на Кольском полуострове, показать детям, там, дать возможности им, потому что многие дети, в основном, вот, сидят дома, в телефонах, и никуда не ездят, да, вот, там, наш пример Ксения Павловна. Все объездила. Появилась в скаутах, да, и недавно, не по секрету, сказала, что если бы не скала, она бы не узнала бы, что на Кольском полуострове есть такие красивые города. Красивые места, да. Это вот как раз... Добавлю вот, добавлю по этому вопросу, ну, тоже из своего опыта общения с детьми. В основном, наши ребята, они не мечтают, они, так скажем, они такие практические. То есть, они приходят в организацию скаутов и фроэтиков, чтобы получить какие-то знания определенные, и потом их использовать в жизни, то есть при поступлении в ВУЗы, вот, либо... А какие, подождите, какие знания для поступления в ВУЗы полезные можно извлечь? Ну, вот, у нас же много разных специальностей, очень много разных специальностей. Вот у нас Ксения, она сказала только несколько специальностей. У нас, например, есть такие специальности, как разведчик-астроном, вот, разведчик-химик, разведчик-физик, когда ребята углубленно изучают физику, когда углубленно изучают химию, да, это уже более старшего возраста. Какая прекрасная организация. Вот вам все, все эти научно-практические конференции и организации... Да, так вот, мы готовы, мы ждем, но вот нас вот на нашем регионе, да, колесо все изобретает. К сожалению, в нашем регионе пока не очень активно, как нас привлекают и министерства образования, и молодежные комитеты, каким-то молодежным делам. Но я думаю, что вот по той причине, это опять же мое личное мнение, что у нас все-таки молодежная политика, она в нашем регионе направлена на то, чтобы развлекать детей. Вот, это, конечно, необходимо, это нужно. Но наша организация, она тоже развлекает, но это не основная наша цель, вот, организация разведчиков. И вот поэтому ребята, они когда к нам приходят, то есть они вот спрашивают, а вот смогу ли, помогут ли мне знания, которые я здесь получил, поступить в ВУЗ? И вот кто-то определяется, они потом поступают. И вторая причина – это увидеть мир, путешествия. А за пределы Муромской области вы ездите? Я – да. Ну, вообще, есть такая возможность, да? Конечно, у нас есть в планах это, да, выехать. Вот недавно к нам приезжали ребята, вот я взяла тоже фотографии, из Кемерово, 18 детей. Мы пять дней с ними путешествовали по всему полуострову. Показали Териберку, сходили с ними в Хибины, поднялись на горы. Вот, они в следующем году ждут нас с ответным приездом, да. Также вот недавно нас приглашали, батюшка звал нас. Ростов, нет, это к нам хотели приехать, наверное. К нам и нас тоже звали. То есть у вас братство там, да, разрешено? Да, для таких поездок нужны деньги. Ну и самый главный вопрос, где вас искать? Ну, у нас штаб-квартира, да, основная база в Мурманске, это Траловая-22, это храм преподобного Трифонопеченского. То есть у нас штаб-дружина, у нас существует дружина межрайонная, она объединяет Мурманск, кола-мурмаши. Вот штаб-дружина Траловая-22. В Мурманске, улица Мира-7, это тоже храм. Ну вот у нас еще есть отряд Рослякова, но они сами по себе, то есть они в нашу организацию областную не входят, но у них тоже огромный опыт, им уже больше 10 лет. Но они базируются в Дом культуры и энергетик. Так все-таки вас искать нужно прийти, да, постучать, либо вот какая-то группа есть в ВКонтакте, в соцсетях, где можно... Да, можно прийти вот к нам в храм по воскресеньям в 11.30. У нас собираются ребята, на Траловую-22. Вот и там все расскажут, что необходимо, потому что там вот ребята вот знают, они могут рассказать, там есть определенные испытания, чтобы уступить. Даже так? То есть вы еще не всех берете? Нет, конечно. В общем, секретно сказать, что даже взрослые, вот такие вот бывшие пионеры, тоже могут рассчитывать стать скаутами. Да, вот они все очень постараются. Недавно, да, мама нашего одного скаута стала руководителем. То есть это возможность же побыть ребенком вместе. То есть не просто сходить в поход, а вместе с родителями. И вот мама стала скаутом, теперь она будет руководителем в нашем новом отряде следопытой. Ой, спасибо большое, было очень приятно с вами пообщаться. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях были координаторы кольских скаутов, и разведчики, и руководители. И Иоанн Суходолов, и Романах, Ксения Рыкова и Наталья Панова. Спасибо большое. Спасибо вам огромное гостеприимство. С 3 сентября учреждения культуры Мурманской области смогут возобновить концерты. Так, по предложению главного санитарного врача Мурманской области, дома и дворцы культуры, театры и филармония смогут проводить зрелищные мероприятия при соблюдении ряда условий. 50% заполняемость зала, шахматная рассадка зрителей, продажа билетов преимущественно дистанционным способом. Если положительная динамика снижения заболеваемости продолжится, в регионе рассмотрят возможность открыть детские игровые комплексы. Каждый год в конце августа в Мончегорске собираются викинги. О том, как прошел самый нордический, суровый, при этом семейный фестиваль, смотрите в нашем следующем сюжете. Шкуры и грубые одежды, кольчуги и шлемы, топоры и мечи. Викинг-фест на Имандре состоялся уже в третий раз. Сам фестиваль проводится в Мончегорске, и в этом году он получился особенно масштабным. Началось все с театрализованного шествия у физкультурно-оздоровительного центра «Умка». Собравшаяся группа реконструкторов создавала впечатление выходцев из прошлого. Настолько яркими и аутентичными получились некоторые костюмы. Всю дорогу до места проведения самого фестиваля шествие сопровождалось небольшими постановочными схватками и трюками, демонстрирующими мастерское владение клинковым оружием. Площадку для Викинг-феста сложно было не заметить. Огромные деревянные ворота на входе украсили изображением нормана с косматой бородой и в характерном шлеме с рогами. В небольших палатках по периметру расположились лавки с жареным мясом и другой едой, которые почивали древних северных мореплавателей. Полноценная церемония открытия стала пиршеством для глаз, ведь она также сопровождалась схватками с элементами шоу. Развлечений на фесте было великое множество. И метание копья, и стрельба из лука, и различные командные игры, и даже поединки. Маленьким викингам тоже было чем заняться. И это далеко не все. Были позапрошлом году, попали нечаянно, ждали очень долго. Но прошлый год пандемия нам не дала этого фестиваля. В этом году наконец-таки это свершилось. Он стал гораздо больше, грандиознее. Судя по количеству людей, еще и людей больше приехало. Я так понимаю, люди приехали не только с Мурманской области, а еще и с других областей. Лично от нас, я агитировал, человек, наверное, 20 только своих друзей, которые тоже здесь все находятся. Они первый раз приехали. А мы в восторге, постарались хоть как-то соответствовать этому. Дмитрий был далеко не единственным человеком, который пришел на праздник подготовленным. Вот мужчина, на первый взгляд, типично варяжей наружности, на поверку оказался жителем Кировска, которого привлекает антураж и быть древних скандинавов. Как утверждает сам кировчанин, он и в обычной жизни часто ходит в шкурах, на варварский манер. И такие мероприятия помогают ему найти единомышленников. По его словам, шить костюмы и искать исторические прототипы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если тебе это интересно, у тебя это идет само собой. То есть на тебя это не уходит какое-то большое время. Ты просто листаешь что-нибудь в Пинтересте смотришь, что-то читаешь, где-то видео смотришь, и потихоньку добавляешь знаний себе в копилку. Не менее яркий образ постарался создать другой участник феста. Олег воплотил в своем облике внешний вид раннесредневекового жителя Ирландии. Костюм жителя раннесредневековой Ирландии. Его отличительной чертой является вот этот плащ, который из источников. В источниках, если переводить на русский язык, звучит как волосатая мантия. Этот плащ присущ именно ирландскому костюму. В принципе, он очень хорошо защищает от холода и от влаги. Он очень практичен в том плане, что за ним было можно особо не ухаживать. По словам Олега, Мантия делалась на заказ, поскольку такое изделие по силу сделать не каждому ремесленнику. Этих людей, к счастью, я знаю лично. Инициаторами его были ребята из города Мончегорск, у которых увлечения были, скажем так, в аспекте. Кто-то хотел проверить силу в средневековом стиле, сделать соревнования, кто-то хотел музыкальный концерт. Ну, собственно, они объединили усилия. И получился вот такой городской праздник масштабный. Сейчас новая команда организаторов. Они подхватили знамя и стараются сделать фестиваль еще интереснее, насыщеннее. И вот тому подтверждение. Посетителей на праздники было немало. Многие специально приехали в Мончегорск на несколько дней, чтобы посмотреть как можно больше площадок и событий. Хочется верить, что фестиваль состоится и в следующем году, ведь только здесь северяне могут себе и меч купить, и посоревноваться в силе, и одновременно с этим попасть на рок-концерт. Блогер-моряк из Мурманска Роман Федорцов показал новую находку. На своей странице в соцсети он выложил видео с пойманным морским чудищем, напоминающим персонажей из фильма «Гильермо дель Торо». Что это за создание со дна, блогер не написал. А видео с ним назвал «Как бездна, это намного глубже, чем ты думаешь». Роман регулярно выкладывает фотографии и видео обитателей морей и океанов. Вид многих из них, человека неподготовленного, может шокировать. На этом все. Встретимся на канале Артик ТВ ровно через 7 дней, для того, чтобы снова подвести итоги. Продолжение следует...